Всем привет, друзья мои! Я блогер из Турции, из города Мерсин. Вы на канале Светлана Ата. Добро пожаловать ко мне! Всем привет, мои хорошие! С вами я, Светлана Ата. Сегодня у нас был поход на базар, и я решила записать именно отдельное видео, ни с чем не монтировать с другими сюжетами, потому что очень хочу рассказать интересные цены и все, что вы видите. Вот это все, хочу все это показать, рассказать, кто что и что почем. Вот за это все мы заплатили 80 лир. Посмотрите, как много чего здесь. 80 лир. Это очень много килограмм. Это где-то 11 долларов мы посчитали на сегодняшний день. Но начнем с фруктов. Вот ваша тама по-грузински. Персик, такие персики, да? Вот не помню, как по-русски называются. Это стоит 5 лир. Семечки мой муж взял полкило. Не знаю даже цену. Вот такие помидорчики, свежие, пахнут прямо натуральным. 4 лиры килограмм. Картошка молодая 3,50, но мы взяли полтора кило. Огурцы не знаю, сколько стоит. Мой муж покупал сыр специально для хачапури. Я в предыдущем видео показывала вам сколько. Фасоль 4 лира килограмм. Мы взяли половину, нам хватает. Вот посмотрите, вот такая вот мару для салатов стоит лира. Это шок. Там правда, что написали шок. По 1 лира? Столько зелени, столько витаминов. Ну вот эти, я думаю, по полтора или по одному. Тоже не знаю. Появились персики. Персики появились свежие. 5 лир килограмм стоит. 5 лир, по-моему, взяли хорошие. Вот эти вот груши мы забрали последними за по 4 лиры килограмм. Наверное, 3 кило здесь будет. Он, продавец, сказал, что днем продавал по 7 с утра, а вот вечерний базар по 4 лиры. Очень много. И также мы у него взяли мушмалу. Тут тоже, наверное, килограмма 2,5 по 4 лиры килограмм. Сладкая, как мед. Покушаю, попробую, вам скажу. Ну, а это грейпфрукты. Мы взяли по 2 лиры килограмм. То есть, нет, на 3 кило 5 лир. 3 кило 5 лир. Вы представляете, сколько витаминов. Баклажаны мы взяли вот такие хорошие, по 3,50. Обалденные. Вот посмотрите сами, ну еще хлеб взяли. Ну это разве не много? Столько килограмма. Мы еле-еле донесли сашкимом. И сейчас я вам хочу показать, мои хорошие, то, что мы купили в магазине Юзбир. И бюджет на двоих. Считайте, рассчитывайте сами уже. Ну, а это наши покупочки с Юзбира. Вот пакеты вполно. Это мы купили все-все на 155 лир. Это 22 доллара. Будем сейчас, вот посмотрите, чек 155 лир. Я не вру, вот честно. И, значит, буду рассказывать. Ну, тут, естественно, мы взяли вот такое кунифе. Я первый раз беру. Это турецкая сладость. Его, наверное, надо разогревать как-то что-то или жарить. Специальные тут тарелочки. В общем, я когда приготовлю, покажу. Почему я первый раз беру? Видела, одна девушка брала 5 упаковок. И я сразу ашким улыбнулся, говорю, и мы попробуем. Ну, вот этот я беру для себя ржаной хлеб. Надолго у меня хватает. Вот ашким купил до этого. И мне хватило почти на 3 недели. Еще 2-3 куска есть. Мы такой используем маргарин безим. Я взяла подешевле, лар чем-то. Он сказал, нет, бери подороже. Мы уже знаем, какой это безим. Но вот эта пачка масла, она стоит 10 чем-то лир. Цены я точно не могу вам сейчас сказать. В принципе, можно будет почитать. Но, в общем, такие вот дела. Мороженое это дорогое. Вы знаете, мой ашким очень любит. Кажется, сейчас я скажу вам. А, вот яйца 16 лир стоит. 16 лир. Ну, со скидками. Тут скидки есть, поэтому я не буду говорить то, как. Вот такой чай я пью для похудения. Ну, какое похудение? Он очищает, помогает очищать кишечник. Больше здесь ничего такого нету. Худеешь. Если вы сами рот закройте, то будете сами худеть. Ну, вот я сказала, такая пачка масла. Вот такое мороженое. В этот раз решили поменять. Курица. Это 11, грубо говоря, лир килограмм. Ну, вот нам хватит на много обедов. Вот я такой люблю очень сыр. Люблю сыр такой кружочками. Очень вкусный. Взяли масло со скидками. Оно было 32, сейчас по 17. То есть, тут оно и для в холодном виде, и для жарки, и для готовки супов, и для салатов. Взяли такой соус, гранатовый соус взяли в салаты добавлять. Очень вкусный, очень-очень-очень. Взяли вот такой белый соус. Я научилась от турецких женщин, хотя раньше покупала и виноградный уксус. А это белый уксус, именно с лимонным ароматом. И это я всегда зелень кладу сюда. В обедах так, я его никогда не принимала. В принципе, я в обедах не принимаю, но вот так вот. Взяла вот такое молоко, хочу потом мороженое сделать. Так, что еще здесь будет дорогое? Ну, батарейки будут, наверное, дорогое. Вот такие взяла пудинги и взяла соду. Лира 60. Эти тоже пудинги по 2,50 или ларж 60. Просто так. И посмотрите, мой муж что купил для моих внучек. Вообще он взял для маленькой. Бибеку и Неви. Вот заранее готовится дедушка к приезду внуков. Ну, а при везде я вам потом расскажу в следующем видео, что мы планируем со Шпимом. Но пока не будем говорить, пока не исполним все, что планировали. Друзья мои, я решила сделать специально отдельный видеоролик о бюджете на двоих. Вы посмотрите, сколько чего тут. Вы понимаете? Вы представляете, это сколько можно. Ну, допустим, фрукты мы будем кушать. Фрукты мы очень любим. Но всего тут сколько. Это курицы нам хватит. Мы же не будем каждый день курицу. Мы что-то другое же готовим, не так ли? И мне кажется, нам на две недели это достаточно. Вот сколько? 80 и 150 лир. Ну, может быть что-то. Вот сами судите. Ну, на неделю пускай будет. И то все равно это дешево. 22 доллара на неделю. И то вот игрушку мы купили. Мы ее не будем кушать. Но это 20 лир или 20 с чем-то. Так что, сейчас я пошла готовить ужин. Хочу сварить картошечку молодую. Купили специально такую. На 5 лир купили молодую картошечку. С лучком жареным ошкой вам буду приучать. Ну, все. Пока-пока. Надеюсь, вам понравился этот обзор. Если вам понравился, я буду постоянно его делать. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. Ставьте лайки. Подпишись на мой канал. Нажми на колокольчик и на все уведомления. Субтитры сделал DimaTorzok